В эфире телепередача интернетного содержания, в которой мы продолжаем третировать различных коллег на предмет их занятий экскурсоводством. Сегодня у нас в гостях Ирина Морозова, у которой, в общем-то, не такая простая судьба, как у некоторых, хотя у некоторых, может быть, она посложнее даже будет. Но, тем не менее, начало нашей беседы будет не из веселых. Дело в том, что Ирина сама понаехавшая, да, 100% понаехавшая, и понаехавшая она из счастливого города Донецка. С этого, собственно, и начнем. По какой такой загадочной причине для некоторых, потому что тут сделал пост один очередной, я вообще обстрагировался от этой темы, но тут объяснил, почему я не высказываюсь на тему событий в Беларуси или в Беларуси. И вот как раз привел случай в Донецком, в котором я побывал, и где, кстати, ночевал в квартире у твоей мамы. Это да. От мамы привет. От мамы привет. Ну и ей тоже. Значит, расскажи, пожалуйста, как все было хорошо и как все стало нехорошо. Все было хорошо с самого начала, вот, и впоследствии. И никто не ожидал, кстати, к вопросу про то, что ты не ожидал. Помнишь, когда начиналась вся эта история с короной, я тебе писала, и ты даже это опубликовал про то, что ты живешь-живешь, все у тебя вроде как хорошо, ну или не очень хорошо, но в любом случае ты строишь какие-то планы, у тебя есть определенные цели, у тебя есть работа, у тебя есть карьера, у некоторых заводы, предприятия. А потом раз, и, в общем-то, по независящим от тебя обстоятельствам, ну, лично от тебя, ты как бы не ожидаешь, происходит обнуление. Вот. Так произошло в 2014 году. Я убавлю уровень. Да, конечно. Мы жили-жили, не тужили, а потом оказалось, что нужно просто быстренько решать, куда бы убежать, потому что, когда над тобой летит истребитель, и ты идешь по улице, и он так летит низенько, и ты думаешь, а что сейчас произойдет? Как-то вообще не очень приятно. А как же вот эти все диванные настроения, типа, ой-ой-ой, мы там их закидаем? Кого? Ну, неважно. А, нас закидать? Ну, нет, ну, не вас, вы там кого-нибудь закидаем, мы сражаемся за великое дело. А, к вопросу, просто, да, вот по поводу этого мнения, я очень-очень много раз слышала вопрос, а почему вы, собственно, хотели отделиться от остальной Украины? А почему вы все это затеяли? А кто мы? Давайте начнем с того. У меня... Зачем начнем? Вот я даже не знаю, да, замутила, заварила кашу. Я училась на тот момент в аспирантуре, я прошла предзащиту диссертации, я планировала вот там месяц-два-три защититься и преподавать в университете, в своем же остаться. Ну, и все, и ничего не вышло, пришлось собрать чемодан и убежать. А все потому, что не надо было тебе мутить это все? Не надо было, да. Ну, это к вопросу, что ведь война – это такая история, где большинство людей, ну, как бы на самом деле воспринимают ее как данность произошедшую. Они ее не затевали, они просто их поместили в этот контекст и сказали, а вот живите с этим. И вот это, собственно, меня и поразило, как конкретно в городе Донецке. То есть, то, о чем я читал, и то, что мне рассказывали про Великую Отечественную, и про все остальное, вот это я увидел в самом натуральном виде. Какие эпизоды тебя окончательно убедили в том, что надо валить? Ну, собственно, один из… Ну, уже я описала, да, когда летит над тобой истребитель, ты вообще не очень рад. Вот, когда стреляют, ты засыпаешь, и ты не понимаешь, куда там сейчас прилетит к тебе это или в твой дом. Кстати, сейчас я про эпизоды отклонюсь. Вот, когда ты рассказываешь про блокадные Ленинграды, что жители, они, ну, вот во дворе у них бомоубежище, они спускаются туда, чтобы просто спасти свою жизнь. Да, в какой-то момент у них происходит прелом, и они уже туда не идут. Да, я постоянно об этом рассказываю. Вот сейчас то же самое в Донецке. То есть люди, ну, вот даже у меня есть подруга, которая недавно переехала сюда, и у нее родители раньше не спускались тоже в какое-то там древнее бомоубежище, в котором, естественно, нет условий, потому что оно со времен Великой Отечественной войны осталось. А сейчас они просто… А, обстрел, ночью встаешь, заворачиваешься в одеяло, переползаешь в коридор, думаешь, а, прилетит, и ладно. Ну, вот, потому что уже… А прикол в том, что это продолжается? Да, стреляют, и не прекращали стрелять. Не, может быть, на какие-то отдельные дни, затишье, но в целом война ведется до сих пор. То есть это уже пошел седьмой год. Ощущение, что все закончилось. Ну, просто, если раньше это анонсировали из каждого утюга, мы слышали новость про Донбасс, про стрельбу, и везде об этом писали и рассказывали, то сейчас просто перестали об этом говорить. Но это не значит, что война перестала, к сожалению. Вот, по поводу эпизодов ты спросил, но я шла с подругой по улице, и недалеко прилетел снаряд в троллейбус с людьми. Вот. Ну, не самое приятное зрелище в этой жизни. Я решила, что… Извините. Лучше свалить. Понятно. И при том, что у тебя там все было экономически обеспечено. Ну, в целом, да. У меня папа не Рокфеллер был. Ну, обеспечивал семью у меня. Ну, четверо у нас. Мама, папа, я и брат. Сейчас уже трое. А мама… Ну, мама домохозяйка, но очень экономная. И постепенно как-то получалось, что есть квартира, на вторую накопили, купили. И так, ну, как бы, квартира и карьера – кэ-кэ. У меня там была. Но теперь ничего этого нет. Почему ты выбрала Петербург? Это мой любимый вопрос. А не Москву, допустим. А я всем задаю этот вопрос тем, кто приезжает в Петербург. И все время я получаю, как правило, примерно одинаковые ответы. На самом деле, наверное, это судьба. В том плане, что за год до этого, когда еще не было никакой войны и даже об этом речи, я здесь побывала как турист и влюбилась в город. Ну, прям вот мне очень понравилось. При этом всю неделю, пока мы здесь были, была прекрасная погода, замечательное лето, жара. И нам казалось, о, супер, вообще все класс. А почему говорят про какую-то плохую погоду в Питере? Непонятно. И на следующий год, когда встал вопрос, а, собственно, а куда уезжать? Ну, Украина сразу нет. Для меня это была как бы территория... Ну, лично для меня, естественно, со мной могут поспорить и сказать, а почему? Но вот для меня... Потому что какие-нибудь города типа Ростов ближайший, Воронеж у меня там родственники. Ну, все как-то вот не то. Я потом подумала, что либо Москва, либо Питер. Но в Москве на тот момент я не была. И плюс это пугало, ну, своими масштабами. Ну, все-таки город, ну, как бы супергород. Вот, и ритм. И мне казалось, что мне как-то... Ну, чего мне туда ехать? А в Питере я побывала, и мне он нравился. И вот я думаю, ну, все, значит, Питер. Плюс была такая иллюзия на тот момент, это реально была иллюзия, что здесь легко найти работу. Но это отдельная история. Вот расскажи теперь про своем этарство, как ты занималась тут, как наше государство помогало вот этим вот жителям ДНР. Ну, единственная помощь, которая заключалась от государства, это то, что нам автоматически, ну, как автоматически, приходилось у ФМС все время ходить, естественно, и продлевать регистрацию временную. Вот, ну, то есть не три месяца, и ты выезжаешь, а ты мог здесь сидеть сколько, в принципе, угодно и продлевать каждые три месяца туда ходить. В пять утра встаешь и идешь как на работу. И стоишь там в очереди с разными прекрасными людьми. Да, с прекрасными людьми, совершенно замечательными. В едином центре документов есть отдельное здание, миграционный центр. И за ним там такой под навесом заборчик, и ты стоишь там как будто в какой-то, ну, в общем... В обезьяннике. Примерно, да. Я не была в обезьяннике, но кажется, там примерно так. И это была регулярная процедура? Да, да. С чем я столкнулась, когда сюда приехала? Помимо того, что погода бывает разная, ну, сейчас уже привыкла, естественно, лето специфическое. Так работу без документов, то есть без паспорта найти крайне сложно. Ну, работу имеется в виду какую? Если ты хочешь пойти, например, в кофейню кофе заваривать, ну, я не говорю сейчас, что это плохая работа или какая-либо другая плохая, любая работа хороша. Но мне, как человеку с двумя высшими образованиями, казалось, что мне легко будет найти работу. Нет. Ты звонишь, даже наоборот, тебя находят, тебе звонят и говорят, о, у вас такой опыт работы, у вас такие образования, а у вас паспорт какой? Украина. До свидания. То есть даже не зовут на собеседование, просто отказывая по этому признаку. И что нужно было сделать, чтобы получить российский паспорт на тот момент? Потом-то его стали как-то проще выдавать. Да, да, сейчас уже упростили. У меня история очень длинная. Я сначала получала разрешение на работу, потом я получила разрешение на временное проживание. Через год подала на вид на жительство. В тот момент, как раз-таки, когда я получила вид и думала, что я еще проживу несколько лет без паспорта, ввели упрощенку для носителей русского языка. Это тоже был эпичный экзамен, потому что я к нему несколько месяцев, ну месяца два точно, а то и три готовилась, потому что там полностью вся программа школьной литературы и языка. И, кстати, не факт еще, что местные сдали бы этот экзамен, потому что, ну, на самом деле, ты сидишь и готовишься. Я абсолютно согласен, что и местный вид, половина точно не сдала бы. Вот. И после этого я только подала на паспорт. Столкнулась в процессе с массой прекрасных фирм, которые помогают тебе, ты им платишь деньги, потом они либо не выполняют свои обязательства, либо частично. У меня была история с компанией, которая в процессе помощи мне исчезла, в прямом смысле этого слова исчезла. А деньги, ну, как бы, кто мне вернет? Ну, понятно. Теперь по поводу... Приключения продолжаются. Пошла ты учиться на курсы гидов-переводчиков. Да. Да. И отучилась. И тут ковид. И тут ковид. И у меня дежавю. А вы что ж такое, обнулилась снова. Обнулилась снова. Сколько ты потратила на все? Чтобы... Ты имеешь в виду времени или денег? Ну, денег, времени, пока не будем уж тратить денег. На курсы? На курсы, на лицензии. На, расскажи про лицензии, про Эрмитаж, про то, про сё. Да, это прекрасно. Примерно получилось 130 тысяч. У меня ушло на обучение и на все лицензии. Вот. И помимо этого, у меня ещё есть ипотека. И чтобы закончить эти курсы, мне пришлось взять кредитные каникулы, которые, возможно, взять вообще за весь срок. Так что... Один раз. Да, один раз, да, больше нет. И даже, несмотря на то, что вот сейчас в связи с этой ситуацией писали, что якобы мы вам поможем в сложной ситуации, пишите нам, обращайтесь, ну, конечно, у меня пришёл апрель, мне сняли всё по графику. Так что... Это... Понятно. Ну и хорошо. Ну, вот в процессе обучения с чем пришлось столкнуться, особенно в процессе лицензирования? Ну, самое прекрасное во всей истории получения лицензии – это, конечно же, Эрмитаж. Потому что, ну, как бы лицензия и так была не дешёвая. Сколько? Там 30 с хвостиком, там 32, ну, вот такие цифры. И все, в принципе, у нас ориентировались, мы были абсолютно убеждены, что если повысят, ну, там, ну, на 2 тысячи, не знаю. А потом, когда уже пришло время идти туда на обучение, точнее записываться, оказалось, что в этом году 45 тысяч это стоит. И никого не волнует. Ну, не можете, не получайте. У нас несколько человек, я знаю, в группе не получило. Я так подозреваю, в том числе из-за финансового вопроса. Потому что просто, ну, как бы... 45 косарей для молодой девушки выложить, да, это... Некоторые брали кредиты, кредитные карты оформляли, чтобы заплатить. Ну, и я такое мнение слышала, что вот, это нормальная практика брать... Ну, точнее, брать кредиты именно на обучение. Ну, это во всём мире практикуется, но когда ты можешь потом это всё вернуть. Да, гарантированно в том числе. А здесь, как бы, ну, плюс ковид. Да. Вот. Ковид всех уравнял. Да. То, что спрашивают на лицензирование, насколько оно актуально вообще, чтобы потом рассказывать туристам? Ну, в любом музее не актуально на 95%. Пять, возможно, тебе ещё пригодится. На самом деле, то, что учили мы... Ну, в основном, на самом деле, действительно, то, что учили мы на лицензировании в музеях, это всё просто какой-то, ну, мёртвый груз. Ну, ты это знаешь, ты это сдал. Плафоны. Плафоны. Да, плафоны. Вот это вот любимое. Кстати, про Царское село. Они в этом году, между прочим, поняли, что мы все зубрим плафоны. И не стали спрашивать, а вот этот автор вот той картины, седьмая сбоку, справа, вот в той части, куда вообще никто не ходит обычно. И так, блин... Плафоны, плафоны не пригодились. Ну, вот мне не пригодились, хотя я ответила бы, да. Ночью разводили. Ночью спала. Я накануне экзаменом, серьёзно. Думаю, надо ещё раз повторить. Но, не знаю, может быть, какой-то турист когда-то заинтересуется, кто автор вот этого вот. И то, скорее, интересует людей, что там изображено. Изображено. Даже если посмотрят наверх. Но зачастую наверх никто не смотрит, если ты им не укажешь. Ну, зачастую мы не смотрим наверх. Как и с табличками мемориальными. Да, да. То есть это... По поводу фамилии, ну вот, недавно как раз мы... Я каждый раз ставлю эксперимент во время экскурсии, называю какую-нибудь фамилию или там элемент, и потом прошу повторить через 5-10 минут. То есть это к вопросу о том, да, насколько все эти... итальянские авторы востребованы у простого населения. Хорошо. Соответственно, отучилась ты на этих курсах, и тем не менее ты начала готовить какие-то свои маршруты, да? Да, начала готовить, и даже несколько уже водила людей, и продолжаю это делать. Что именно вас интересует? Меня интересуют твои преференции. То есть у тебя есть ли они какие-то преференции твои, или ты... Ну, то есть ты решила за чем-то специализироваться, или ты как бы берешь все, или ты берешь все, а потом из этого что-то вычленяешь. В каждой теме? Ну, я не знаю, то есть может у тебя есть какие-то любимые маршруты, любимый район. Ну, то есть вот про меня сейчас идет такое мнение, что я типа... Типа мой профиль проходные дворы. Ну, это просто я в этом году на это переключился. Для этого я вообще по другим вещам водил. Ну, с прошлого года. Ну, с прошлого года я начал водить проходные дворы, но это так, и был чисто прикол, просто это все дело так пошло, я вдруг понял, что это народу интересно, а самое главное, что это мне самому интересно. Я только что ездил как раз на этих серпуховских, мажайских, очередной маршрут накидал. На самом деле, мне говорили уже неоднократно люди, что очень интересно, интересны именно дворы и всякие закутки, потому что, а вот у нас такого нет. А это правда, это правда. Там есть чисто петербургские пейзажи, которых нет ни в одном городе, даже в Москве. То есть там кусочками можно Москве осмотреть. Больше я такого нигде не встречал. У меня есть, ну, скажем так, классические маршруты по Пушкину, Пушкинский Петербург, по Достоевскому. Есть красивый маршрут по Бриллиантовой улице, и при том, большинство людей, когда ты говоришь Бриллиантовой, они не понимают, о чем речь. Придете, узнаете. Это в Купчино, которая, да? Да, ну, прям вот, недалеко от метро. На проспекте Ветеранов. Так, проспект Ветеранов не в Купчино же. Ну, это я следующую продолжаю. На проспекте Ветеранов, кстати, могу показать несколько мест, связанных с СОЭм. Вот что. Там недавно памятник поставили. И есть у меня еще интересный маршрут. Туда далеко не все доезжают. По Нарвской. Вокруг метро Нарвская. Там очень интересный конструктивистский район. Ну, потому что не центром единым. Так и называется эта экскурсия. И по Ваське. Да, Василия Островские. Места прекрасные. А скажи, вот ты когда эти экскурсии составляешь? Ты как их делаешь? то есть, какую методику ты используешь? Ну, слушай, я руководствуюсь в первую очередь какой-то одной точкой начинаешь искать информацию. Вот, например, мне нравится Нарвские ворота. Вот. И начинаешь раскапывать что здесь было вокруг и что еще куда можно отвезти людей в этом направлении. То есть, не одни же ворота показывать. Вот, поэтому просто достраиваешь какие-то точки рядом. Таким образом формируется маршрут. Понятно. А вот турист среднестатистический, который ну, вот, по твоему мнению будет ходить на такие экскурсии. Ты бы их, ты бы как-то описала или ты пока не понимаешь кто этот человек? Эти люди. Эти люди. Эти люди, которые интересуются миром вокруг себя. Ну, потому что я знаю, например, людей, которые, в принципе, никуда не пойдут, хотя они не глупые люди. то есть, чем-то интересуются, но им проще посидеть дома, почитать книгу и, как бы, не лазить никуда. Вот. А есть люди, которые, наоборот, такие вездеходы. Ну, сейчас идет тренд определенный на вот именно такое хождение, то есть, народ как-то стал активнее, особенно в Москве, вот, еще с прошлого года это заметил. И в Петербурге это все дело активизировалось. Твои прекрасные, например, девушки, с которыми ты отучилась, да, они вот в какую ситуацию попали в связи с этим? То есть, они же планировали начать работать? А большинство? Да, я поясню, я специально взял как бы начинающего экскурсовода, потому что у нас были такие типа матерые, вот, пожалуйста, человек отучился и попал в такую ситуацию обнуления, да, потому что, ну, разные вещи интересные. Большинство, насколько я знаю, естественно, у меня в группе было больше 20 человек, я с каждым вот так вот не общалась, ну, что ты планируешь сделать? Большинство собиралось работать прям активно, и, ну, ситуация просто, которая поставила всех в тупик, и большинство сейчас работают там, где и работали, то есть, если, например, ну, у меня, скажем так, я собиралась увольняться, но у меня получилось, что я с предыдущей своей работы уволилась, пошла на другую, но не гидом, то есть, у меня есть еще одна работа, ну, потому что, потому что, извините, ипотека не ждет, вот, то я знаю людей, которые хотели менять, ну, в том числе и я, то есть, просто уволиться все это, обнулить в смысле своей профессии и работать полноценно гидами, и просто, ну, они сейчас остались на своих прежних местах, я надеюсь, у всех все хорошо, и никто не потерял работу, потому что, ну, ситуация, тебя как-то город изменил за то время, что ты здесь живешь? Хороший вопрос, я тут задумалась, да, наверное, тебе, может, что-то говорилось, речь-то чуть-чуть поменялась, там, или что-то еще, да, слушай, а у вас, кстати, у вас, вот Донецкий, я заметил, не гэкают, ну, то есть, и гэкают, и шокают, но это не так сильно выражено, например, ну, по крайней мере, в Крыму, мне кажется, больше, чем в Донецке, возможно, да, 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 ну, в Донецке тоже есть определенный говор, кстати, есть определенные словечки, то есть, на Донецкого, если вы знаете, что такое тремпель, то, скорее всего, вы Донецкий, я хрен знает, что такое тремпель, ну, на самом деле, это, сейчас грубо говорю, не только Донецкие знают, что такое тремпель, это вешалка или плечики, на которые мы вешаем в шкафу свою одежду, считается, что слово это вообще возникло в Харькове или в Харьковской области, когда там был некий немецкий промышленник по фамилии тремпель, была фабрика одежды, и он придумал, ну, в условиях, естественно, конкуренции, как себя выделить, придумал писать на этих плечиках свою фамилию тремпель, и, в случае с ксероксом, и все такое прочее, вот, ну, то есть и в Харьковской, и в Днепропетровской области, и в Ростовской, по другую сторону стены, тоже знают это слово, вот, есть еще другие коронные слова, например, слово тормозок, донецкое тоже, тормозок, это чисто шахтерское, кстати говоря, слово, это еда, которую ты берешь с собой в дорогу или на работу, в классическом варианте, это вообще сало или колбаса с хлебом, ну, естественно, сейчас это все называются, называют, ну, вот, просто еда в дорогу, тормозок, тормозок, мы называем еще, слово лутка, 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 это, ну, вот, наличник вокруг двери, вот, вот, какие-то такие слова, но, я их здесь, естественно, не говорю, потому что я, когда приехала сюда, и пошла работать в отелье, это мой тормозок, да, я говорю, а вот тот вот тремпель, а мне такие, что? я говорю, извините, вешалка, а, понятно, ну, вот, изменил, ну, кстати говоря, речь у меня, скорее всего, тоже поменялась, потому что, которые приезжали сюда, впоследствии, через там, даже два-три года, говорили мне, что ты как-то так странно стала говорить, ты не так раньше разговаривала, но я этого не замечаю абсолютно по себе, естественно, ну, вот, скорее я, чокать стала, это единственное, что я могу по себе заметить, чокать, чокать, ну, чуть больше говорить чо, хотя шо, я тоже не говорила раньше, ну, прям вот, ярко выраженное, а могла бы, могла бы, ну, теоретически, да, понятно, а вот в самом городе, да, то есть, у тебя какие любимые места вообще, в принципе? Слушай, я люблю центр. Это так удивительно, опять-таки не купчено. Потрясающе, не купчено, нет. Но, кстати, что я заметила по местным, те, кто живет на юге города, не очень любят север, те, кто живет на севере, говорят, что-то там на юге вообще непонятное. Это я. Вот, 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 а я живу на юге, мне норм вообще. Думаю, на севере, это так далеко, где-то, что там вообще есть? Аэропорт, вокзалы, все там, удобнее же, в конце концов. Я люблю просто по городу ходить, пешком, очень-очень много. Я раньше жила в центре, и работала в центре, ну, скажем так, в разных местах, если идти пешком, это больше часа. И с работы очень часто ходила, именно, ну, пешком. Хотя могла бы ехать. У меня подруга лучшая спрашивает, а тебе вот не надоело? Ты каждый день идешь, ну, примерно по одним и тем же местам. Ну, пусть там три разных маршрута, но все равно. Я говорю, нет, мне не надоедает. Летний сад я очень люблю. вот. А ты его застала до реконструкции? Нет, нет, ну, извините, да. Лох, понаехавший. Да, не повезло мне. Зато, зато, да, тебе, но тебе повезло зато в том, что ты его не видела в предыдущем состоянии. Он не предыдущий, он-то получается в промежуточном состоянии, между, там, 77-м годом, и вот, когда реконструкцию осуществили. Поэтому, видишь, тебе нравится. Значит, ты просто не знаешь, как оно могло быть иначе. мне же сравнить не с чем. Может быть, тогда было лучше. Подизна, и мороженое было вкуснее. Да, деревья выше. Да, небо голубее. Люди честнее, чище, и все такое прочее. Так в итоге, значит, у тебя сейчас есть набор маршрутов, по которым ты водишь. Где это все можно там найти, посмотреть? Мне можно писать в личку ВКонтакте. А описание моих маршрутов есть на страничке в интернете, на одном известном вам всем сайте. Да, там есть закладка, называется «Гид в шляпе». В общем, на его сайте есть закладка «Гид в шляпе» – это я. Да, «Гид в шляпе» – это удачное, мне кажется, название. В общем, смотрите, если вам интересно, гораздо дешевле, чем со мной погулять в хоровом или в индивидуальном исполнении, но при этом получить не менее интересную информацию. И самое главное – посмотреть на взгляд. Это всегда интересно. Вот я почему, например, люблю водить экскурсии в Москве или сейчас в Нижний Новгород я там поеду. Потому что интересно и взгляд со стороны посмотреть, как вот человек, который не живет в этом городе, но его восприятие – это тоже очень многое значит. И зачастую, особенно в Петербурге это, кстати, актуально, ты не единственный гид по наехавшей, кто выйдет в экскурсии. Я знаю нескольких таких людей. И, кстати, кое-кого я приглашу еще сюда. Это всегда крайне познавательно и интересно. Поэтому смотрите вот там всю информацию. если что, вот пишите, задавайте Ирине какие-то вопросы, предложения, просьбы, объятия, поцелуи. Проклятие в твоем случае. И так далее. Ну, спасибо, друзья мои, за ваше ценное внимание. Вот все, информация там, туда же ваши комментарии. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok